Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами будем разговаривать об укоренении одноглазковых черенков винограда. Бытует такое мнение, что укоренять одноглазковые черенки очень сложно. Нарезать их надо специфически, там очень много каких-то нюансов. Мы с вами разберемся с этим всем. Для чего вообще навозиться с одноглазковыми черенками, если стандарт продажи 3 глазка, а то и 4, для чего вся эта возня? Дело в том, что бывает недостаток посадочного материала, какие-то новинки. То, что проблематично достать, и в таком случае мы можем попробовать укоренить одноглазковые. В каких случаях укореняем одноглазковые черенки мы? Дело в том, что бывают черенки длинные. Ну вот я показываю на наших примерах, но в этом году очень много мы покупали черенков, где были как раз-таки еще гораздо толще лозы, очень-таки большие и длинные. В школку такой черенок садить можно, это будет нормально. Но садить такой черенок дома в стаканчик крайне проблематично, потому что максимум я его смогу заглубить ну вот так. Все остальное будет торчать, болтаться, то есть абсолютно неудобно. Тогда я могу его порезать на 2, укоренить, и на всякий случай для подстраховки еще на 1. Чтобы кто не говорил, что виноград вообще чуть ли не сорное растение, и замечательно может расти, выживет в любых условиях. Отчасти это правда, но может случиться всякое. Может что-то пойти не так по каким-то причинам, по очень-очень разным. Поэтому мы, если у нас есть возможность, то мы подстраховываемся и, например, укореняем 2 и 1. Ну а теперь будем разбираться, как же эти самые одноглазковые черенки лучше всего укоренять. Итак, как же нарезать одноглазковые черенки? Ну на самом деле в интернете, в литературе встречается очень-очень много различных вариантов. Кто-то считает, что вот эта часть должна быть короткой, кто-то длинной, кто-то здесь что-то оставляет, кто-то не оставляет. Поэтому мы будем пробовать все варианты. Вариант первый. Как описано в книге, лойка северный виноград, снизу глазка оставляется 2-4 сантиметра, сверху 1,5. Приблизительно вот так. Мы, когда укореняем одноглазковые черенки, мы оставляем максимально снизу, вообще сколько возможно. Ну и сверху, опять же, тоже сколько возможно, сколько получается, ну хотя бы парочку сантиметров. Вот таким образом. Еще один вариант, который мы с вами сделаем, это снизу обрежем коротко. Снизу. А сверху оставим чуть побольше. Во-первых, здесь у нас будет некоторый запас питательных веществ, и влага тоже будет испаряться медленнее. Вот так. И еще один вариант. Когда мы снизу тоже оставляем достаточное количество, сверху тоже сколько у нас будет получаться. Только укоренять мы будем немножко по-другому. Черенки нарезаны, я их проброздавала. Единственное, что смотрите, вот эти черенки, где мы оставляли длинный низ, по возможности. Я вообще одноглазковые черенки всегда укореняю именно так. То есть максимально оставляю под почкой место, вот сколько возможно. Значит, их я бороздавала где-то на сантиметр-полтора. Столько, сколько у меня будет в среде укоренения. Здесь все понятно. Коротеньких мы бороздуем до почки. Здесь тоже, где почка снизу, мы бороздуем до нее. А вот эти, которые мы будем закладывать горизонтально, мы бороздуем вот аж до почечки. Здесь я тоже оставляла, но столько, сколько у меня получалось. Мы понимаем, что чем больше мы оставляем, тем больше питательных веществ. Поэтому по возможности и здесь бороздуем до почки. Итак, я взяла еще один сорт. У меня были, правда, тоненькие черенки. Но для эксперимента я думаю, что как раз здесь нормальные. А здесь тоненькие. Вот посмотрим разницу. Скрутила проволочками и ставлю их укореняться, как обычно, вертикально в кокос. В данном случае я не использую, чтобы не было искажений результатов. Никаких корней стимуляторов, ничего я не заплавляла дополнительно. Вот как есть, нарезала так и поставила укореняться. Даже где у меня были запаяны концы, когда я изначально готовила черенки к хранению, даже это я срезала. Повторю, чтобы не было никаких искажений. Значит, это ставим в пакетик. Где-то на сантиметра четыре. Вот я в мешочек немножко насыпала кокоса и на сантиметра четыре заглубляю. Все, пакетик завязан, пакетик узенький, поэтому резиночку одену. Вот так вот я укореняю стандартно. Дальше тоже это у нас кокос. Единственное, что я поместила в емкость. Так будет удобнее. Всегда мы ставим черенки, у которых срез возле почки, но остаются палочки. То есть нам удобнее будет это сделать вот так. Смотрите, в кокос я помещаю, чтобы чуть-чуть почечку закрывала. Ну, на самом деле, чтобы они просто могли нормально, скажем так, стоять. Емкость может быть любая, я эту использую просто для удобства. И сверху тоже оставляю открытую пробочку, прикрываю, потому что здесь большая площадь, сильно будет испаряться влага. Следующее. Мы берем вот эти череночки. И довольно тоже распространенный совет. Ну, там кто-то советует пять сантиметров оставлять, я оставила чуть больше. То есть их надо положить в горизонтальное положение. Вот так вот до почечки. Так мы их закапываем. Тоже укладываю в кокос, можно торов, можно опилки. Чуть-чуть погружаем. Здесь моя задача состоит в том, чтобы то пространство, то место, которое под почкой, оно касалось субстрата. Ну, поскольку кокос влажный, даже если там где-то чуть-чуть не попадает, ничего страшного. Корешки, если пойдут, то пойдут. И вот это я прикрою пакетиком свободно. Тоже, поскольку площадь большая, чтобы мне было легче контролировать влагу. Теперь настала очередь вот этих малышей. В книге, в которой я прочитала о таком способе нарезки, было написано, и положите их в пакетик. Что дальше с ними делать, непонятно. Поэтому я их просто вот так же глубоко, ну, как бы, почка пробьется. Вот так я их заправляю в земельку. Чтобы вот этот обрубочек со всех сторон, ну, точнее, в кокос был покрыт субстратом. И здесь уже у меня все просто, контейнер с крышечкой, поэтому я закрыла, два сворта сюда посадила. Отставляем в стороны. И теперь все вот это я оставлю при комнатной температуре. Кельчевание мы здесь не будем применять, потому что, ну, единственный вариант, в котором нам могло бы пригодиться кельчевание, это вот этот, который использую я, чтобы создать разницу температур. Во всех остальных случаях у нас почки слишком близко, поэтому в этом нет никакой необходимости. С момента постановки на укоренение прошло 26 дней. И, в принципе, я вам сейчас показываю вот все, как оно стояло. Единственное, что вот эти вот штучки, они были прикрыты верхом бутылки. Ну, вот эту я раскрыла, сейчас расскажу, почему. А на это, обращаю ваше внимание, на кокосе немножко плесень идет. Вот чуть-чуть отвлечемся от темы, да, те, кто спрашивает, у меня на кокосе пошла плесень. Ребята, это от того, что вы накрываете. Немножко надо давать проветриваться. И сразу же тоже показываю, смотрите, пакетик. Вот этот даже не раскрывала. Вот ровно 26 дней я даже туда не лазила. Немножко бумажки. И в таком случае, ну, туда вот чуть-чуть плесенька пошла, но все чувствует себя хорошо. Значит, помню, что одноглазковые черенки мы по-разному нарезали. И тоже сразу хочу обратить внимание, там, где почка была низко, вот они, почки пошли, пошли уже достаточно давно, но везде, где почка была низко, вот в этих случаях, вот здесь, особенно, ну, я изначально накрывала все пакетиками, здесь крышечка была. Так вот, почки подгнивают. То есть, надо оставлять открытым и просто следить за влажностью, чтобы, в ином случае, почки подгнивать. Ну, давайте же с вами смотреть в итоге, что у нас получается. Здесь тоже, кстати, почки подгнивают. Так, это у нас там, где был оставлен большой верх и маленький коротенький низ. Сейчас мы все достанем. Тоже напомню, что никаких обработок дополнительно не делалось, никакими укоренителями, никакие здесь кельчевания, вообще ничего. Значит, смотрите, 3 из 6 с корнями. Вот видны корешки, хорошо видны. Здесь вообще такой большой, красивый, с другой стороны корешок. И здесь пробивается вот корешок. Ну, на этом вот зачаток корешка. Так, ну, и здесь, в принципе, тоже будет. Ну, единственное, что с почками, да, почки не совсем и не везде красивые, потому что, как я уже сказала, почки вот в таком варианте, вот видите, приблизим. Вот она, почка подгнившая. Ну, вот здесь двойничок пошел, тут, в принципе, не страшно. Но просто вас предупреждаю, что вот такие вот низкие обрезы, если почка низкая, значит, надо за этим будет следить. Смотрим второй сорт. Тоненькие вообще череночки такие, я вам говорила. Самые последние, которые у меня оставались. Ну, вот один там точно живой. Ну, вот-вот-вот даст он корешочки. В принципе, ну, вот тут вот чуть-чуть. Ну, видите, да, здесь совсем такие, ну, это палочки. То есть, хотеть чего-то от них, и то, смотрите, здесь вот это и в рост пошла, и будут там корни, будут только чуть-чуть подождать. Теперь смотрим там, где мы укладывали горизонтально. То есть, здесь нарезка была длинная, снизу, но укладывалась горизонтально. Ну, тоже видите, где горизонтально, то есть, есть вопрос с повреждением почек. Несмотря на то, что я бы раздавал прямо вот досюда, казалось бы, да, как многие утверждают, что все питательные вещества у нас вот здесь вот возле, и корни должны были идти с узла. Ничего подобного. Не обманете вы растения. Вот, вот, смотрите, вот оно лежало. Корешок у нас внизу. Так, и шестой достанем. Вот, смотрите, здесь, опять же, мы наблюдаем ровненько такую же картинку, как и в предыдущем случае, 3 из 6. Только там мы оставляли запас питательных веществ сверху, а здесь снизу результат абсолютно такой же. Ну, вот здесь вот пробивается корешок, то есть, вот-вот будут корешки. Точно такой же, смотрим, мускатик наш. Ну, видите, тоже вот две почечки здесь живые. Ну, пока, пока что еще корешков нет. Вот, кажется, еще корешков нет, вот каус пошел, наверное, наверное, они скоро появятся. Ну, кое-что здесь может быть и мертвое. Слушайте, от таких черенков вообще чего-то, если появится, даже просто ради эксперимента оставлю, чтобы посмотреть, появится из них что-то или нет. Вот, вот здесь, это где я нарезала совсем коротко, так как было указано в учебнике. И смотрим, что у нас здесь. Ну, как я уже говорила, да, почки подгнивают, то есть, за этим надо очень хорошо следить. Сейчас мы их достанем, по-моему, потому что так видно плохо. Итак, смотрим. Я их ополоснула, чтобы было лучше видно. Есть один корешок. Ну, почки, видите, вот проблему. Подгнившие почки. Ну, остальных, ну, каус есть. Вот-вот пробиваются корешки. Вот они, вот они сейчас и проснутся буквально денечек-другой. Вот здесь тоже пробиваются. То есть, в принципе, корешки пробиваются у всех, но есть вопрос с почками. И обратите внимание, я до этого показывала, все равно, что бы мы ни делали, корешки образуются не в узлах. Даже там, где у нас были большие части, не образуются внизу. Вот-вот здесь, ну, как раз мускатик. Вот. Пошел побежек тоже, видите, тут вообще тонюсенький черенок. Есть каус. И мне кажется, что вот здесь пробивается корешок. То есть, даже такой вот слабенький, страшненький малыш. Пусть еще полежит. Немножко посмотрим, что с него будет. То есть, в принципе, все укореняется. И последний вариант. Вот так укореняю всегда я. Я нарезаю, чтобы было длинно снизу. Насколько это возможно. Первое. С почками у нас никаких проблем. Все здесь зелененькое, красивенькое. И что у нас внизу? Смотрите. Вот корешки хорошие, красивые. Камера надо, чтобы сфокусировалась. Сейчас мы влизим. Вот корешки хорошие, красивые. На этом. Вот-вот пойдут. Вот они. Ну, этот калус есть, но тут как-то и сам череночек вроде как спит. Ну, черенки уже были такие самые-самые. Здесь корешки пробиваются. То есть, еще буквально пару дней им нужно для этого. Вот здесь видно тоже. Сбоку пойдет корешок вот. Еще раз все выложила, чтобы было более наглядно. Смотрите, что нарезка под почкой, что нарезка далеко от почки. Глобальный очень разницы нет. Да, здесь, может быть, корешки чуть толще. Но учитывая все там длинные черенков, толщины черенков и всего-всего остального. Абсолютно идеальное подобрать, к сожалению, невозможно. При этом теория, что вот здесь сконцентрированы основные питательные вещества. И отсюда корни идут лучше. Напомню, это было горизонтальное положение. Бороздавала я прям вот-вот, прям до сюда. Однако все корешки, все идет вот сверху. И природу здесь не обманешь. Она решила делать так и решила. Ну и, конечно, положение даже в таком варианте, горизонтальное и вертикальное. То есть тут уже, смотрите, хорошо, да, что большая часть была, например, в субстрате черенка. Для уменьшения потерь влаги. Но, тем не менее, надо смотреть, чтобы почка тоже не загнивалась. Потому что, как только почечка низко, видите, что может случиться. Это реальный наглядный пример. Есть еще способ укоренения таких одноглазковых черенков. Их приблизительно вот так вот коротенько нарезают. Ставят в пенопласт, либо во что-то еще. И как поплавочкой пускают по воде. Ну, мне вода, в принципе, как субстрат для укоренения не нравится. Ну, это мое мнение, вы можете поступать так, как вы считаете нужным. Но вывод какой. Одноглазковые черенки, да, укореняются несколько дольше. Тем не менее, укореняются. Но уже как их нарезать, вы смотрите сами. В зависимости от того, какая часть у вас остается. Хотя, конечно, исходя вот из этого эксперимента, вот такие вот штуки я вам делать не рекомендую. Потому что, ну, толку с них особо нет. То есть, если уж так получилось, что вот такая почка у вас остается, не знаете, что с ней делать. Да, можно попробовать побаловаться, поставить ее на укоренение. Но практика показывает, что если есть питательные вещества в черенке сверху, либо снизу, то тогда укореняется лучше. Ну, конечно, вот в таком варианте, например, гораздо проще использовать корнестимулятор и получить корни несколько раньше, чем если бы мы не использовали ничего. Ну, а лично для себя, тот способ, который я использовала, то есть, оставление максимального количества черенка снизу, так я и буду использовать. Да, в этом случае он показал чуть худшую эффективность, но мне так проще, мне так удобнее, так мне проще использовать корнестимулятор. И, в общем-то, я выбираю для себя именно его. Надеюсь, видео было вам полезным. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч! До новых встреч!